Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я работаю с августа месяца, с 4 августа. А здесь шли какие-то ремонтные работы? Да, как раз они только разворачивались, начались демонтажные работы. Это у нас Кирилл Васильевич Галота, главный инженер станции. Здравствуйте. Он порой забывает уходить домой, забывает кушать, забывает даже спать. Находится здесь неустанно. Май 2023-го. На Ридерской ТЭЦ никаких работ еще на тот момент не велось. Да и работать тогда было просто некому. Я смотрю, у вас вот прям пальцы грязные. Вы сами лазите, чистите что-то? Ну, помогаем, ремонтируем. Ну, то есть рук настолько не хватает? Рук настолько не хватает. А вы напомните свою должность? Ну, вице-президент того Ридера ТЭЦ. С тех пор сменился Аким Ридера и следом собственник ТЭЦ. Ремонтные работы на станции до сих пор продолжаются. В работе сейчас три катагрегата. Это щит управления катагрегатом среднего давления. То есть здесь мы видим нагрузку. Отсюда происходит полностью управление всеми тремя карбанами. А мы же вот вас списали в мае. Вы тогда буквально один были, да, на ТЭЦ? Один и трое сотрудников. Сейчас как ситуация с сотрудниками? Сейчас с сотрудниками идет... Сейчас штат уже на сегодняшний день 189 человек. Плюс оказывается действие ТО Касцинг. Со своей стороны они... Здесь действие на 34 сотрудника уже. Это и бывший персонал ТЭЦ, который квалифицированный, уже вполне может сидеть на котле. Когда у нас стукнут морозы, насколько ТЭЦ готова вообще? Как вы оцениваете ее полную готовность? Из 100%? Процентов 90. Есть и другие аспектные моменты. Это персонал. Что на сегодняшний день нас тревожит? То, что нехватка персоналов сейчас чувствуется по Казахстану. Вот эти ремонтные работы с двигом на 10-15 дней идут из-за того, что не хватало персонала. Пока мы параллельно все котлы ремонтировать, персонала меньше же. А когда уже кое-какие котлы и котлы-агрегаты готовы, персоналы уже перекидываются на другие котлы-агрегаты. Глава города Ридер за лето изучил ТЭЦ. И в этом можно было убедиться каждый раз, когда Аким спешил продемонстрировать свою информированность теплоэнергетике. Мы сейчас где находимся? Это седьмая отметка котельного зала. Это боковая горелка. Сейчас подача тепла сколько в квартире составляет? Сегодня 72 градуса. При том, что температура наружного воздуха минус 2. Минус 6. Ночью было минус 12. К ночи мы 75 вот так набираем. Это подвал одного из домов. Мы решили посмотреть, сходятся ли показатели с теми, что озвучил Аким. Расскажите, что сейчас вы делаете? Замениваем температуру на прямой, на подаче, на прямой линии. Это подача стЭЦ? Это подача стЭЦ. Вот это вот. Вот эта труба, это подача прямая. Эта труба, это уже обратка. Дальше можете. Поверните этот цель. Ну вот 60, да? 60 или 60? Нет, 72. Ну вот, смотрите. Вот 60. В общем, давайте на 60 сойдемся. Да нет, там 70 с лишним. Я вас не переспорю, да? Ну нет. И как у вас в квартире? У нас тепло. Ну у нас так пойдет. Так пойдет или тепло? Паду лет назад было лучше. А ну сейчас что не устраивает? Если вспомнить, раньше мы могли все дюйма быть с открытыми окнами, сейчас такого нет. Вот. Допустим, все равно подача температуры низковатая. Вот как бы. А вот как думаете, когда морозы грянут, выдержит ли? Нет, у меня надежды на ТЭЦ нету в этом году, после прошлого года. А нет никаких опасений по поводу того, что вот морозы грянут? Не боитесь замерзнуть? Боимся, конечно боимся. Боимся, что у них угля не будет. Ну, мы уже не привыкли, как сказать, не первый год. Всяко бывает. У нас всегда как морозы, так плохо топят, как тепло в городе, так тепло в квартирах. Ничего, переживем. А вот почему думаете, что угля не будет? Ну, сейчас же у них проблемы с деньгами. Я, насколько знаю, с оплатой вот деньги не принимали. То есть сейчас кое-как Каспий открыли. А вы имеете в виду то, что вы... Да, что деньги-то не платят люди никто. Считания не выставляют, насколько я знаю. То есть вы сейчас за отопление еще не платили? Заплатили. Ну, два месяца-то мы не платили никуда. Вот буквально на той неделе еще они не... У них и кассовые аппараты там не работали, и Каспию еще не принимали. Как у вас в квартире? У нас отлично. Тахтарова 19. Тепло? Тепло и вода горячая. А сейчас долги умеются у ТЭЦ ридерской? Ну, нужно понимать, что мы подразумеваем под ридерской ТЭЦ. Предыдущие хозяева компанию не аннулировали, поэтому название АО «Ридер ТЭЦ» осталось за ними. А у нас теперь это название КГП на ПХВ, водоканал города Ридера. Ну, если говорить про сегодняшнего владельца, то у нас долгов нет. А у прошлого, получается? У прошлого они же все долги. Они приняли на себя, группа компаний «Артрикс», и они ее сейчас в процессе закрывают. Часть они закрыли долгов, часть они еще закрывают по графику. Но так или иначе, вся задолженность, которая была на предприятии «Ридер ТЭЦ», они забрали на себя. Во сколько на данный момент сейчас обошелся ремонт? Ну, здесь так, 8 миллиардов 300, значит, это с республиканского бюджета по постановлению правительства пришло. И еще 653 или 55 миллионов их выделили с областного бюджета. Мы какие-то виды работ выполняли за счет республиканского, какие-то виды работ за счет местного бюджета. И вот это все в совокупности позволило нам справиться. И рассматриваться, как это возможно для передачи частного собственника? Ну, в этом отопительном сезоне, наверное, мы будем вести эту ТЭЦ силами водоканала. Дело в том, что здесь есть регламентные работы, которые еще должны будут выполниться подрядчиками. Они до конца не завершены. Плюс, значит, есть обязательства по гарантийному ремонту. В следующем году мы примем уже решение после того, как взвесим все сильные и слабые стороны. Возможно, не исключаем, что будет объявлен конкурс на передачу имущественного комплекса ТЭЦ уже в доверительное управление кому-то, ну, как вариант, может быть, даже к осценку. Местный активист Александр Цурпал считает, что с теплоснабжением в Ридере не все так однозначно. А с отоплением у нас локально. Локально, это как понять? То есть, все зависит в основном от еще внутридомовых сетей, от города. Вот за свой дом, за свой район, я могу сказать, у меня комфортная достаточная температура. Вот сегодня ночью было минус 10, до этого было минус 16. Частный сектор, судя по сообщениям в социальных сетях, очень тяжело добивался отопления. И не факт, что оно у них сейчас еще есть везде. То есть, все зависит, говорю, от дома. Где-то копали, магистраль меняли, заузили сечение трубы. Где-то в доме у нас люди, чем больше, тем лучше. Вместо 20 трубы поставили 50, к примеру, да, но это же тоже все влияет. А тарифы будут повышены? В сентябре месяца эта работа полностью будет завершена. Нет, ни о каком повышении тарифов мы сейчас не заявляем. Дело в том, что у КГП «Водоканал» своих тарифов не было. Они приняли тарифы о Ридер ТЭЦ и в течение полугода будут работать на этих тарифах. То есть, уже увеличение это будет с 2024 года? Да, да, совершенно верно. Насколько ТЭЦ готова вообще к холодам? Выдержит ли зимний мороз в Ридере? Надежда умирает последней. Я думаю, вас этот ответ сегодня постоянно преследует. Да, уже не впервые. Не впервые. Мы надеемся, мы надеемся, что действительно были проведены большие работы. Впрочем, расслабляться не стоит. Впереди морозы. Выдержит ли их Ридерская ТЭЦ? Вопрос открытый. Сейчас главная задача местных властей пройти этот отопительный сезон без инцидентов. И попутно предстоит разобраться с многомиллиардными долгами ТЭЦ и решать вопрос с капитальным ремонтом теплоэлектроцентрали. Потому как о прибыли новым собственникам пока говорить не приходится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова